Сезон 2018-2019 «Адмирал» закончил уже в феврале, что непривычно для фанатов, которые последние несколько лет наблюдали за командой еще практически половину весны, когда она боролась в плей-офф. Но в этот раз морякам было не до этого. Клуб как настоящий «Феникс» успел, казалось, и сгореть, и тут же возродиться. Финансовые внутрикомандные проблемы вовремя взяли под контроль краевые власти и новый рабочий штаб самого «Адмирала». Мы в комплексе поправили все ситуации с питанием, перелетом, ну то, что должно быть на высоком уровне. Соответственно, ребята попросили что-то сделать со стороны клуба, что им не хватало для того, чтобы добиваться результатов. И все это в комплексе сказалось на то, что у нас пошли серии из игр удачных. «Адмирал» завершил чемпионат на предпоследнем месте. Еще осенью прошлого года команду жутко штормила. И были недели, когда моряки терпели 6-7, а то и 8 поражений подряд. Переломный момент случился ближе к зиме, когда приморцы стабилизировали финансы и ресурсы. Потеряв уже все надежды на выход в плей-офф, хоккеисты неожиданно воспрянули и одержали серию финальных побед. В концовке тот коллега спрашивал, что команда приезжала, и мачки были не нужны. Но, наверное, можно сказать то же самое, наверное, и нам были не нужны в конце, когда мы в плей-офф не попали. Но, тем не менее, парни бились, сражались. И, я говорю, честь ему хвала, бились за клуб, за болельщиков, за город. И это дорогого стоит. С самого начала сезона главным мотивом работы тренерского штаба был исключительно позитив. То есть мы старались как можно больше, как можно чаще ребятам напоминать о том, что мы двигаемся, о том, что мы развиваемся. И все мысли, весь фокус должен быть исключительно на положительном. Только тогда возможно построить в конечном итоге культуру победы. Команда после октября стала выигрывать в среднем каждую вторую игру. А, например, молодые вратари Владивостокского клуба и вовсе стали этакими звездами КХЛ. Никита Серебряков отправился защищать честь России на универсиаде. А Антона Красоткина уже называют суперголкипером из-за его серии сухих матчей. В последней встрече чемпионата в Дальневосточном дерби адмирал тоже одержал сухую победу над хабаровчанами со счетом 1-0. Сделали задел на следующий год. Я считаю, что сезон шел по нарастающей, была динамика в плане улучшения игры. Так что я считаю, что с каждым матчем мы играли лучше и лучше. Что про нас говорили и содержание игры, то, что было в начале сезона в сентябре и как мы заканчивали чемпионат, это две большие разницы. Прекрасный город, прекрасные болельщики и самое дорогое то, что получилось создать коллектив. Большую часть команды, так называемый «костяк» руководства собирается сохранить. Избавятся лишь от хлопот, мешающих игровому процессу. В ближайшее межсезонье адмирал поищет себе усиление в состав, проведет сборы и решит, на какую вершину будут готовы посягнуть хоккеисты в новом сезоне. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом.